В приоритете строительство новых учебных заведений. В школы региона заглянул министр образования и науки страны Дмитрий Ливанов. С рабочим визитом он посетил Владимирскую область. С подробностями Елена Петрова. С каждым годом в школы приходит все больше первоклашек. Этому способствует значительный рост рождаемости. По прогнозам, через 10 лет число школьников в стране увеличится на 3,5 миллиона. Современные образовательные стандарты предполагают обучение детей в односменном режиме. И все без исключения представители педагогической науки говорят, что только в этом случае можно обеспечить качественные условия обучения детей. И, что не менее важно, действительно полноценную социализацию. В министерстве подчеркивают, что вторую половину дня учебные заведения обязаны отводить на программы дополнительного образования. Строительство новых школ и реконструкция старых – стратегическая задача. У нас имеется достаточно большое количество школьных зданий, которые сильно изношены. Многие из них уже исчерпали свой ресурс. И если мы вспомним, действительно в 60-е, 70-е годы велось массовое строительство типовых школьных зданий. И вот сейчас мы будем переживать десятилетия, когда срок их службы, срок их безопасной эксплуатации уже будет истекать. Была затронута тема и дошкольного образования. По словам Дмитрия Ливанова, наш регион успешно справляется с задачей по обеспечению детей местами. Отметим, что в течение последних нескольких лет администрация округа Мурома работала над избавлением очередности в детских садах. В прошлом году в городе открылось сразу 16 новых групп. Дополнительно появилось более 300 мест для малышей. Построены два больших пристроя к садам номер 29 и 90, сразу на 100 мест. Сегодня ведется капитальный ремонт в 32-м детском саду. Здесь появится дополнительная группа на 24 места.